Нынешний уровень безработицы главный областной чиновник службы занятости охарактеризовал как исторический минимум. Численность безработных в регионе на сегодняшний момент примерно 36,5 тысяч, или на четверть меньше, чем в прошлом году. Однако, по его же словам, связано это в значительной мере с общим уменьшением трудоспособного населения. В базе данных службы занятости более 19 тысяч вакансий, но почти все они обеспечены мизерной зарплатой на уровне выживания. Главная новость для безработных. Со следующего года размер максимального ежемесячного пособия возрастет с 4900 рублей до 8 тысяч. Однако начисляться оно будет всего лишь 6 месяцев вместо года. Такая вот экономия. Надо понимать, что при сроке безработицы более полугода, она уже носит застойный характер, уже человек труднее найти работу. Соответственно, уже соответствующие могут быть проблемы, потеря веры в собственные силы работника, который хотел бы быстро найти работу, а у него не получается. Здесь мы должны помогать максимально эффективно работать с нашими гражданами, которые к нам обращаются. Всем памятна недавняя история со стеклотарным заводом «Раско». На предприятии-банкроте был сокращен 281 работник. 149 написали заявление об увольнении по собственному. На помощь свежеиспеченным безработным пришла служба занятости. Выездной консультационный пункт на предприятии работает. Специалисты нашего центра занятости Левобережных встречаются с гражданами. У нас обратилось из числа уволенных 178 человек. Из них у нас 66 человек признаны безработными. Те, кто у нас зарегистрирован, мы им подбираем работу. И уже у нас определенное число этих граждан с этого предприятия, то доустроенные. Изменения в законодательстве коснулись и граждан предпенсионного возраста. Им пособия, в отличие от людей помоложе, могут выплачиваться полный год. Если же мужчины и женщины имеют трудовой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно, то период выплаты увеличивается еще на две недели за каждый год работы. Тем же работодателям, которые увольняют предпенсионеров или отказывают им в предоставлении работы, грозит административное или уголовное наказание. Штраф в размере 200 тысяч, либо в размере заработной платы виновного лица в течение 18 месяцев, либо 360 часов общественных работ. Но вы понимаете, и не секрет, что работодатель может найти свои, так сказать, иные, непрямой повод, когда он пишет в письменном ответе, который может затребовать любой обратившейся причины, почему вы либо уволили меня, либо, ну, в основном, на прием на работу отказали. Однако пока такие случаи не зафиксированы. Также на пресс-конференции говорили и о переобучении и повышении квалификации женщин, находящихся в трехлетнем отпуске по уходу за ребенком. В рамках национального проекта «Демография» ежегодно 600 молодых мам смогут получить новые специальности. Общий объем финансирования порядка 160 миллионов рублей. Проект стартует в 2020 году и рассчитан пока на 5 лет. Игорь Захарченко, Игорь Наумов, Дмитрий Хлебный, 41 канал.